Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Терпение Ксении Бородиной, по всей видимости, окончательно лопнуло. В последнее время зрители высказывают все больше недовольства по поводу шоу «Спаси свою любовь». Многие отмечают, насколько обленились участники, ставшие семейными парами и явно почувствовавшие себя неприкосновенными, и Ксения решила лично разобраться в ситуации. Тем более, что Саша Черно и Иосиф Аганесян невольно дали этому повод. В студии Бородина против Бузовой Аганесян, чью измену решили обсудить, покрыл присутствующих отборными ругательствами и фактически сбежал. При этом отдуваться за супруга пришлось беременной Черно. Вот только ей Бородина фактически не оставила и единого шанса сказать хоть слово. Ведущая напомнила, что «Спаси свою любовь» вовсе не вип-территория, где участники могут ничего не делать, только есть и валяться на кровати. Ксюша также дала понять, если Саша, Иосиф или кто-то другой хотят и дальше жить под камерами и пользоваться всеми благами. Им придется обсуждать неприятные темы и говорить о том, что чувствуют. Тем более, что ведущие и без того стараются вести себя максимально тактично. Бывшая ведущая телепроекта, рекламируя очередной загородный ресторан, польстила себе и сказала, что в заведении собралось почти 15 клевых. Но отдыхала она с Мандезиром, своей подругой Данией и Танией. Сахнов и Строкова вместе провели вечер в компании Ефременковой. Ребята помирились, но пока неизвестно, сошлись они или решили остаться друзьями. О том, что Сахнов по выходным навещает свою бывшую девушку, говорили участники в ночном эфире. Но они просто шутили. А вчера Сахнов уехал, как показал в сторис, с поляны с вещами. И долгое время провел сначала с Мандезиром и Юлией, а затем смеялся и говорил, что Строкова хайпует, когда показывает его своим подписчикам. Поклонники пары в полном восторге от примирения. Подписчики ждут свадьбу. Но, скорее всего, Строкова опять появится в периметре. Загадывать не будем, и в ближайшее время обязательно будут новости. Потому как уход Даниила ждут уже давно. Осталось только понять, по своему желанию он ушел. Его выгнали на голосование или началось осуществление плана по возвращению Татьяны на Дом-2. Не протянул Даня долго без Татьяны Сергеевны. И горячих тем, или это любовь? Ангелина Монах собиралась уйти с проекта, но дальше свободной комнаты не ушла. Там беременная женщина разбросала свои вещи, создала видимость своего присутствия, а ночевать решила со Степой, на которого обижена из-за его общения с бывшей женой. Оказывается, Шамая вошлет Меншикову любовные послания. Женя признается, что ошибалась, поспешила с разводом, наделала ошибок и жалеет о случившемся. В эфире «Спаси свою любовь» Ангелина требовала от Степы прекратить переписки с Женей. Меншиков утверждает, что не отвечает Шамаевой, но Геля подозревает, что он удаляет свои сообщения, а ей показывает только отредактированный диалог. Одновременно с этим мать Ангелины угрожает Меншикову рукоприкладством за то, что он обижает Гелю. Ни конца, ни края, Степан собрал вокруг себя такой хоровод женщин, что целым ему не выйти из этого сражения. Вы заметили, что Меншиков тянет на себе буквально все эфиры «Спаси свою любовь». Одновременно он помогает участникам из общего дома поднимать рейтинг, выступая у них на радио. Вечером на лобном месте, тоже часто с помощью шуток Степке обсуждения становятся интересными или смешными. Это нормально вообще, когда один артист повсюду и ему даже подражать никто не пытается. Если так дело пойдет, то скоро Меншиков реально, а не на словах, перевезет всю свою семью на поляну и зрители будут следить за жизнью его многочисленных родственников и детей. Шамаева уже на чемоданах и по выходным приезжает в периметр. Как вам такая перспектива? Пишите комментарии. Максим Моргенштерн и Клавдия Безверхова не торопятся иметь детей. Максим рассказал, мы с Клавой готовимся к скорой свадьбе. И хоть она утверждает, что уже созрела для семьи и детей, вопрос с потомством мы решили отложить. Мы оба говорили про детей, но поняли, что это будет только ближе к 30, еще не скоро. Видите, как у нас отношения развиваются, с какой скоростью, поэтому все может быть. Но пока мы оба придерживаемся того, что до 30 заводить детей не собираемся. Ребенок это большая ответственность. Я хочу чувствовать платформу под ногами. В моем возрасте у меня еще особо ничего нет, все неустойчиво. Для начала я хочу создать фундамент, капитал большой. Только потом будем думать о детях. Несколько дней назад Ольга Рапунцель уверяла фолловеров, что хоть ее беременность и считается доношенной, рожать ей пока все же рано. После процедуры КТГ и УЗИ Оля вернулась обратно домой в надежде отправиться в роддом не раньше, чем через пару недель. Впрочем, судя по видео, облетевшему социальные сети, роды могут начаться раньше, если уже не начались. Оля и Дима поделились кадрами с очередного КТГ. Пара успокоила фолловеров, заверив, что всего лишь приехала на очередной осмотр. Однако Оля не стала отрицать – роды начнутся уже в самое ближайшее время. Напомню, что в прошлый раз Рапунцель рожала фактически на камеры, чего, по ее собственному признанию, не собирается повторять в этот раз. Оля уверяет фолловеров, съемки велись без ее ведома, и она не готова вновь выставить себя на посмешище хейтеров. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Интересная новость с сайта шлок. Николай Должанский тщательно продумал интерьер своей комнаты, воплотил в жизнь свои мечты в стиле 60-х годов. Коля и Кате вполне комфортно в своей ретро-атмосфере, но их соседи не оценили вкус хедлайнера. Участники проекта «Спаси свою любовь» сочли дизайн Должанских самым неудачным во всем семейном доме, поэтому Влад Кадони подарил подарок Должанскому, выделил дополнительный бюджет на обустройство жилища Коляна. Кажется странным, что ностальгию по СССР семейные пары считают глупостью, а воспоминания Капаклы и Африкантовой о Париже – это романтика. Какое-то шаблонное и однобокое мышление. Задойновы живут среди искусственных растений, в одной комнате с животными. Должно быть там запах стоит соответствующий, а Мох по ночам сползает со стены и проникает в голову Александра. Итак, почему же Коля опять лузер? У Менчиковых в комнате бардак, и Степа компенсирует хаос в личной жизни своими ежедневными сценками и выступлениями. У пары Оганесян комната похожа на предбанник мужской парикмахерской, где единственный мастер по стрижкам – интригант Йося, не хватая только старых липких журналов. Почему Коляну относятся, как к чужаку, и недолюбливают его на «спаси свою любовь»? Может, завидуют? У Ильи Ябарова «Звездный час». Он живет в просторном доме, общается с сыном, поет свои песни сколько душе угодно, троллит антифанатов, колбаску самую лучшую выбирает, пробежавшись по всем холодильникам. Но постоянно недовольное лицо Насти Голд выводит его из себя и портит всю картину. Голд хочет свадьбу и угрожает уйти с проекта. Ей так просто не объяснить, что рекламных колец на всех не хватает, а свои деньги Ябаров тратить не собирается. Голд кричит, что уйдет, а Илья ей отвечает, скатертью дорожка, а значит не любит, если бросает на телестройки его в полном одиночестве, считает Ябаров, который уже настолько привык к Дому 2, что его эвакуатором за периметр не вытащить. В очередной раз Настя, не найдя лучшей темы, занялась сборами в дорогу. Только дальше женской спальни она не уходит, прекрасно понимая, что держать ее силой никто не будет. Кстати, Ябаров уверен, что легко найдет себе новую партнершу для эфиров. Даже Селена Майер сможет создать с ним яркую пару. А вот Настя кому-нибудь будет интересна после отношений с Шансонье. Так что зря Настя надрывается и требует любви. Максимум, что получит после очередного скандала – это букет админских цветов. Может еще пару оплеух выпросят, если не повезет. Но вряд ли Ябаров под таким давлением побежит выпрашивать у организаторов кольцо. Стоит ли так позориться? Фантазии на большее у Голд не хватает. Супруга Андрея Черкасова не просто шокировала, но и разочаровала фолловеров. Не так давно девушка призналась – она практиковала гипнороды. Кроме того, она даже съела свою плаценту. Ни для кого не секрет, за подобные откровения Ослина сразу же подверглась жесткой критике. Причем, не только со стороны пользователей социальных сетей. К примеру, в адрес молодой мамочки резко высказалась беременная Элла Суханова. Элла заверила, что в отличие от некоторых фанатичных мамашек, не намерена сходить с ума. Впрочем, сама Ослина нисколько не жалеет о поедании плаценты. Как оказалось, таким способом девушка рассчитывала сберечь свою красоту и даже больше – сохранить трезвость рассудка, чтобы не стать жертвой послеродовой депрессии. Неожиданная угроза оказаться за воротами объединила Илью Яббарова и Алену Савкину. Ни для кого не секрет, еще на лобном месте саратовский шансонье горячо поддержал несостоявшуюся тещу – Татьяну Владимировну Григоревскую – и даже готов был отправиться за ворота вслед за ней. Впрочем, уходить семейству Рапунцерей не пришлось. Более того, произошло то, что заставило преданных фанатов поверить в возможное воссоединение Алены и Ильи. Так парочка провела вместе ночь, вновь почувствовав себя одной семьей. После ссоры с Анастасией Голд, перебравшись с горячительными напитками, Ябаров оказался в комнате Савкиной. В это самое время Алена уже избавилась от Максима Колесникова. Молодому человеку не понравилось тесное общение Савкиной с бывшим, и ночь он провел в мужской спальне. А вот Илья и Алена уснули вместе, забрав к себе маленького Богдана. Степан Меншиков и Ангелина Монах твердо намерены затмить клан Рапунцелей. По крайней мере, так считают зрители Дома-2. Как стало известно, в периметре уже вовсю обживаются дети Степана от первого брака и его бывшая жена. Кроме того, шоумен планирует поселить под камерами свою мать. Активно помогает Меншикову в этом вопросе его гражданская супруга Ангелина Монах с нетерпением ждет на проекте своих дочерей. По словам Гели, сейчас ее наследницам мешают прилететь в Москву закрытые границы. Однако совсем скоро ситуация, и в этом беременная участница нисколько не сомневается, изменится к лучшему. К слову, на шоу дочери Монах, по крайней мере, исходя из поста самой участницы, намерена задержаться надолго. Гели мечтает, что будет кормить дочерей всякими вкусняшками и больше никогда с ними не расстанется так надолго. Супруга Романа Капаклы Марина Африкантова уверяет, что не так давно отметила свой 32 день рождения. Впрочем, ей уже почти никто не верит. Пользователи социальных сетей отмечают, с каждым годом Марина выглядит не просто старше, но все хуже и хуже. И совсем скоро вряд ли удастся скрыть, как близко она подошла к 40. К слову, новый нелепый наряд участницы телестройки лишь подчеркнул слухи о ее далеко не юном возрасте. В честь последнего звонка Африкантова примерила на себя школьную форму, из-за чего ее сразу же подняли на смех. Школьница перерос, так именно такие и подобные замечания пришлось выслушивать Африкантовой в свой адрес. Впрочем, отвечать хейтерам Марина не стала. Вероятно, будучи звездой Дома 2, девушка посчитала, что делать это будет ниже ее достоинства. Это были все новости на сегодня! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал! Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро!